Всем привет! Я Валерий Летенков. К нам поступает много вопросов, связанных с недвижимостью. Сегодня вам на них ответит Филатов Андрей Александрович, глава коллегии адвокатов стратегии. Уважаемые слушатели, меня зовут Филатов Андрей Александрович. Поступил вопрос, что делать в случае, если вы предоставили заим и под этот заим получили залог недвижимости. Соответственно, что делать, если вам не платят? Тут существует два варианта. Либо добровольный порядок, либо принудительный. В случае, если заемщик согласен на добровольный порядок урегулирования спора, нам необходимо составить договор отступного. Этим договором будут закрываться все права и обязанности сторон. Он, соответственно, взаимодавец будет получать объект недвижимости, которым он впоследствии будет распоряжаться, так как ему заблагорассудится. А заемщик будет получать освобождение от обязательств. В случае, если у нас будет реализован принудительный порядок, то это, конечно, судебный порядок. Необходимо будет подать иск в суд для обращения взыскания на предмет залога. Сроки судебного разбирательства различные в зависимости от региона. В Москве это примерно от 6 до 8 месяцев. Соответственно, за время ни оплаты, ни исполнения заемщиков своих обязательств можно начислить проценты. Проценты также необходимо учитывать при расчетах, если вы выйдете в добровольный порядок. Совсем нехорошая ситуация возникает, когда заемщик уходит в процесс контролируемого банкротства. Тогда, конечно, сроки будут существенно увеличиваться. Но вы будете в процедуре банкротства залоговым кредитором, что обеспечит вам преимущество по сравнению с остальными кредиторами. Вот весь ответ на поступивший вопрос. Да, у нас имеется четкое представление, каким образом выходить из тупиковой ситуации, как в добровольном, так и в принудительном порядке. Юристы, адвокаты нашей коллегии провели не один десяток подобного рода дел, включая процедуры банкротства физических лиц, где принимали участие залоговые кредиторы. Хочу также сказать, что суммы по договорам займа, когда идет обращение на взыскание предмета залога, существенно выше, как правило, чем сумма займа, переданная по договору. Так как правило, заемщик соглашается с займодавцем о штрафных санкциях. И штрафные санкции, они существенным образом увеличивают сумму задолженности. Эта сумма задолженности потом позволяет забрать, по сути дела, весь объект выжимости. Иными словами, если вы взяли 2 миллиона рублей под квартиру рыночной стоимостью 7 миллионов рублей, то в случае неоплаты и неисполнения заемщиков своих обязательств, сумма с 2 миллионов рублей легко может подойти к полной стоимости собственного объекта недвижимости, квартиры иного объекта. И в этом случае суды соглашаются с тем, что сумма бывает существенно выше, чем передаваемая сумма кредита. Иными словами, для того, чтобы заемщику избежать подобных фатальных последствий, необходимо четко фиксировать моменты, когда у него наступила неплатежеспособность по договору. То есть не нужно затягивать месяцами процедуру надлежащего исполнения собственных обязательств, так как это может вылиться в абсолютно неблагоприятные для заемщика последствия. Вот, пожалуй, все.